Всем привет, с вами CIS Call, портал PS3Hits.ru, и сегодня у нас на распаковке коллекционное издание Uncharted. Игру, которую анонсировали, если меня не ошибла память, в 2014 году в Е3, наконец-то дошла с небольшим переносом, но, по-другому, того стоило. У нас сегодня в гостях такое коллекционное издание. К нему за предзаказ прилагался небольшой бонус вроде такого брелочка. Приятная вещь. С одной стороны кости и череп Эмери, с другой пиратский корабль. Это, насколько я помню, но не буду спойлерить сюжет, это, скажем так, пропуск в команду Эмери. Эмери был, насколько я помню. И небольшой плакатик с изображением, собственно говоря, заглавной темы, что такая же картинка, собственно, отпечатана на диске. Небольшой бонус, но все-таки приятный. Особенно брелочек. И перейдем непосредственно к самому изданию игры. Коробка у нас достаточно внушительная. Все это, лишь благодаря фигурке. Польшой 30-метровый фигурки Дрейта. Давайте глянем, что у нас тут. Сначала попадается в руки стилбук с игрой. Литографии на ней сделаны в стиле комиксов таких. Достаточно приятная. Раньше такого не было. Вот они, пираты. Внутри мы видим, сейчас, секунду, не хочу вам заспойлерить свои коды. Ну, собственно, диск с игрой. В этом ничего необычного нету. Дальше. Это реклама, скорее всего, PS Plus, PSN Plus. И цифровые материалы. Не знаю, что там загружается. Надо будет потом смотреть. Я, к сожалению, не помню, что именно здесь не написано. И вот такой наборчик небольшой наклеек. Не знаю, какой, но я его скрывать точно не буду. Он у меня останется просто лежать в коллекции. Дальше. Что у нас тут есть еще? Еще один цифровой материал. Дайте я прочитаю, что это. Ну, скорее всего, это какие-то бонусные материалы для онлайн-игры. То есть, какие-нибудь костюмы и оружия. В следующем уйдет у нас стилбук. Маленький, к сожалению, но достаточно приятненький. Надпись выделяется на фоне и снова рисунка. Она рельефная, очень прикольная. Стилбук, как я уже сказал, небольшой, но я думаю, нам этого хватит. Пока что. В любом случае, наверняка, на аудиодок выпустят какой-нибудь полноразмерный артбук огромный, который был до предыдущих частей. Возможно, здесь у нас будет что-то типа того. Ну, и, собственно, картинки, скретчи, какие-то наброски первых персонажей, различные ситуации, в которые попадают наши герои. Все здесь это и есть. Говорить, где что был, я не буду, опять же, чтобы тем, кто еще не играл, не испортить первые впечатления от игры. Не знаю, какое, а я лично ни одного ролика Санчартер 4 не смотрел за два года. Я не хотел себе впечатления от первого прохождения, поэтому я абсолютно ничего не знал. И, на самом деле, не жалею, что смог сдержаться. Вот такие разные витражи, герои, пейзажи. Все очень красиво. Ну, как и всегда, на самом деле, Naughty Dog умеет делать хорошие коллекционные издания. Пираты, еще пираты. Вот этот арт, скорее, подошел бы, наверное, к Black Flag. Как-то так. Немного, но вполне себе достойно. Ну, мое пожелание было бы, чтобы в конце, наверное, они бы поместили фотографию всей команды, которая работала над последней частью серии. Ну, и, собственно, посмотрел. Мелочь, перейдем к основному. Это к фигурке. Фигурка у нас большая, 30 сантиметровая, как я уже говорил. Давайте попробуем ее достать. Коробка, коробки и еще одна коробка. Матрешка. Так, друзья, я думаю, еще сверху ее выпихнуть, потому что так она не идет. Да, вот. Вот это такое дело. Ставим, конечно, это дело. Здесь у нас логаки PlayStation, еще самый первый. И фигурка. Давайте посмотрим. Прям запах новой краски. Да, я, можно сказать, подкоман небольшой. Итак, наша 30 сантиметровая фигурка. Это Дрейк. В такой позе я сейчас кого-нибудь пристрелю. Скорее всего, кто-нибудь из врагов, популярных друзей. Что можно сказать о самой фигурке? Она сделана весьма качественно. Достаточно высокий материал. Приличный. Очень приличное качество. Хорошая покраска. Видны многие детали. Само лицо практически идентично тому, что мы видим в игре. Есть, конечно, недочеты, но они на самом деле не очень большие. Допустим, если вы вспомните распаковку третьей части издания или, может быть, у вас у самих она есть, коллекционная с фигуркой, то там мой Дрейк, который пришел мне в тот момент из Германии, он больше похож на Ганса. Совсем не то, что в игре. Здесь все достаточно хорошо. На фигурке можно заметить много деталей. Очень четкие смертые грязи, порезов крови, то есть каких-то ранений. Отлично отлита кобура, пистолет, часы. Все это в очень качественном виде сделано, представлено в публике. И, на самом деле, эта фигурка стоит тех дней, которым вы заплатили грязные штаны. Все элементы тех же джинсов. Видно, что Дрейк, как и последние годы, немножко располнел, но это ерунда. Он все еще тоже прекрасный искатель сокровищ. Что еще можно сказать об этой фигурке? На высокое, на красивое, на качественное сделанное. И, не знаю как у вас, на моей коллекции она займет, наверное, центральную позицию. Обойдя, наверное, драконы из Скайринга. Поэтому здание весьма достоинное не благодаря этой фигурке, ни арт-бук, ни арт-фантажей. Тот же брелок, который давали ему в подарок. Как? Не накручивается этот брелок. Вот, вот, короче, что мы уберем, и это того стоит. Тем более, это последняя часть. Дрейка вы, к сожалению, больше не увидите. Поэтому он останется с нами таким. На этом все. Спасибо за внимание. Смотрите наши следующие раздаковки.